всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 13 апреля понедельник и по традиции мы начинаем наше видео на балконе как вы видите погода стоит потрясающе очень жарко и в кофте ну я чувствую что мне уже жарко можно уже надевать футболку и футболке будет очень комфортно можно загорать на балконе в общем вот такие вот плюсы один из плюсов жизни в алании что сегодня у нас происходит жесткий карантин 48 часовой закончился но естественно государство рекомендует всем оставаться дома и без большой необходимости не выходить из домов сейчас открыты магазины аптеки пекарни и так далее и сейчас мы с вами отправимся в центр алании нам нужно снять несколько видео и сделать фотографии для газеты поэтому одновременно с этим я вам покажу что происходит центре алании в самом центре алании также поставили палатку такую где можно дезинфицироваться посмотрим что происходит на набережной ну и как я уже сказала в самом центре города еще нам нужно заехать в офис и представляете именно на это время выпал наш переезд потому что в этом офисе у нас контракт был до 15 марта после 15 марта вы сами понимаете что начало происходить потом два дня жесткий карантин в общем сегодня мы должны также закончить все наши дела с офисом договориться о том чтобы перевести мебель ну в общем вот такая вот история ну и конечно же если вас интересуют официальные данные о ситуации в турции смотрите на сайте министерства здравоохранения если вас интересует что происходило раньше в алании а самое главное что делать с турами когда начнется сезон и так далее в описании к этому видео смотрите ссылку на мои предыдущие видео ну а сейчас едем вместе с вами в центр сейчас мы выехали из нашего дома и многие задают вопрос в каком районе мы живем мы живем в районе бюкхаз бахче который находится за объездной дорогой за дорога которую в народе называют 35 метров вот как раз сейчас мы едем по этой дороге и уже на этой дороге видно какая ситуация в городе движение оживилась заправки открыты некоторые магазины открыты и сейчас мы поворачиваем в сторону улицы 25 метров это тоже народное название на карте этого названия нет здесь расположен воскресный рынок на которой мы обычно ходим и покупаем фрукты и овощи по воскресеньям это тоже такой более или менее спальный район алании но здесь есть и магазины и все необходимые продуктовые маркеты маркеты с фруктами и овощами и так далее и знаете что интересно я заметила то что например в овощном магазине вот в этом овощном магазине были только апельсин но проехав дальше по улице мы увидели что в овощных магазинах других овощных магазинах были все всевозможные фрукты и овощи потому что был понедельник как вы знаете в субботу и воскресенье в турции строгий карантин и на следующих выходных будет тоже самое и просто не успели завести товар сейчас улице 25 метров мы сворачиваем уже в сторону пятничного рынка мы уже в самом центре алании если говорить о пешеходах то на улице не так много народу но машины стоят припаркованы многие магазины открыты потому что закрыты только рестораны кафе в ресторанах есть функция доставки продуктов или можно брать продукты заказывать блюда на вынос но на пятничном рынке как вы видите многие магазины открыты сейчас мы поворачиваем в сторону площади где обычно располагается вот как раз пятничный рынок фруктово-овощной рынок продуктовый рынок пятничный рынок как вы видите пустой здесь когда не проходит пятничный рынок здесь расположена стоянка для машин и парковку найти достаточно легко место для парковки потому что сами понимаете немногие сейчас выбираются в центр города поэтому мы нашли парковку и сейчас прогуляемся с вами пройдемся по центру города и конечно же обязательно дойдем до пляжа и полюбуемся морем поэтому смотрите это видео до конца друзья мы уже в центре алании кто соскучился по ай хан вот ай хан и сейчас завершили все наши дела в офисе и сейчас идем в центр точнее мы уже в центре но в сторону набережная поэтому пойдемте вместе с нами покажу вам что у нас здесь происходит в городе потому что все остальное время вы видели только из окна машина сейчас пройдемся и посмотрим что же у нас творится в алании сейчас мы находимся на пятничном рынке но как вы видите все магазины закрыты и именно на рынке но некоторые как я вижу открыты ювелирка сейчас не запрещено открывать магазины потому что сорока восьмичасовой комендантский час закончился и на улицах есть движение народа конечно же мало но как мы видим стали почему-то парковать машина на тротуаре это конечно же неправильно и я вам говорила о том что расширили вот это вот проезжую часть сузили зеленую территорию которая была к сожалению вот увидите на целую полосу но я надеюсь что за счет этой зеленой территории они все-таки за счет сужения этой зеленой территории они все-таки сделают здесь вот здесь вот нормальную адекватную дорожку для велосипедистов ну а если нет то конечно же я считаю что это неправильно в алании должна быть зеленая территория бетона нам уже достаточно а тем более в центре туристического города совершенно не нужен этот бетон нужно больше зелени и больше пешеходных пешеходных зон облагороженных пешеходных зон поэтому не знаю с этим решением я категорически не согласна и мне кажется но абсолютно неправильно но вот здесь вы можете увидеть насколько эту дорогу уменьшили точнее зеленую территорию уменьшили а дорогу расширили вот на столько ну в общем расширение дороги продолжается а мы идем с вами к памятнику Атацюрка на самую центральную Аланийскую площадь и как вы видите вот там уже стоит тоннель так называемый для дезинфекции обмен валюты также открыт и покажу вам цены рубль ноль ноль восемьсот девять доллар шесть половина евро семь кому интересен кому интересен курс валют вот такой вот курс валют а сейчас продолжаем идти вместе с вами на центральную площадь на центральную площадь на центральной площади всегда стоит палатка козылай где можно сдать кровь здесь парк где обычно высаживают тюльпаны и вот так вот выглядит этот туннель сначала нужно продезинфицировать руки и вот так вот проходишь и дезинфицируешься вот сюда вот нужно нажимать чтобы продезинфицировать руки дезинфицируем руки вот так вот происходит дезинфекция всех ваших вещей и вас а сейчас идем с вами на набережную тюльпаны все отцвели и их постепенно заменяют другими цветами которые будут радовать нас все лето погода который день стоит уже просто потрясающие я знаю что вы любите такие прогулки по городу поэтому буду идти и снимать свою прогулку до набережной здесь есть вот такой вот парк в котором обычное время играют дети кстати это один из самых лучших парков алании скажу вам почему потому что все построено из натуральных материалов из дерева посмотрите какая потрясающая крона здесь у деревьев здесь в тенечке комфортно играть и детям и родителям есть лавочки в общем один из самых лучших парков алании но можно ли его сделать лучше конечно же можно можно сделать например лавочки по комфортней по удобней ну и конечно же вот эти вот все машины их срочным образом нужно убирать с набережной потому что набережная вот видите я сейчас снимаю и что вы видите вместо моря и красивых пальм мы видим машины срочным образом все эти машины нужно отсюда убирать и в центре алании есть парковка крытая и все эти машины перенаправлять туда потому что конечно же не дело когда все это припарковано на набережной в самом красивом месте месте алании друзья я знаю что вы соскучились по морю и вы любите смотреть на море поэтому мы сейчас с вами спустимся на самый берег это центральный пляж и этот пляж достаточно широкий и этот пляж хорош тем что здесь мало волн бывает как в солнечную погоду так и в пасмурную погоду потому что он находится в такой вот бухте и здесь конечно же очень комфортно отдыхать особенно с детьми на пляже никого нет и море сегодня очень такого интересного цвета в общем как всегда друзья не буду вас задерживать своими разговорами давайте полюбуемся на море и 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 입니다 и и Сейчас, конечно же, все закрыто. Многие лодки уже яхты прогулочные пригнали сюда, потому что на зиму их обычно отправляют либо в порт, либо в Манавгат для ремонта. Ну а в апреле, в марте даже, уже в марте, их обычно пригоняют сюда к началу сезона. На набережной, конечно же, никого нет. Лавочки вот таким вот образом перевязаны, чтобы люди не сидели. И вот такое вот объявление. Пожалуйста, вы сможете пользоваться лавочками в лучшие времена. Ну, а яхты ждут. Одинокий кот. Давно котов я не встречала. И рыбаков нет, поэтому котикам тоже рыбка не полакомится. Здесь стоят вот такие вот маленькие яхты. Как вы видите, ремонт до сих пор продолжается. Что-то красят, чинят, в общем, переделывают. В этом году начало сезона, к сожалению, отложено. Несмотря на такую прекрасную погоду, к сожалению, начало сезона отложено. Здесь стоят вот такие вот маленькие яхты. И уже дальше начинаются более крупные. Вот здесь уже стали пересаживать цветы, высаживать новые. Работники работают. Муниципальные я видела. Ну, где-то играет музыка для поднятия настроения. Но, как вы видите, все закрыто. Улица Мастериц также закрыта. Именно на этой улице продается большое-большое количество самых разнообразных ручных украшений, ручной работы, различных вязаных вещей, всякие сувениры. В общем, очень красивые вещи. Но сейчас все закрыто. Сейчас пройдем с вами по так называемым торговым рядам. Посмотрим, кто открыт, кто закрыт. Конечно же, все рестораны закрыты. Как я уже говорила, многие магазины закрыты. Народ кое-где есть. Вот так вот в банки тоже пускают по несколько человек. И нужно стоять на расстоянии друг от друга. Машины такси все были продезинфицированы. Но, как вы видите, вот здесь все рестораны тоже закрыты. Кто-то в масках, кто-то без масок. Но государством, скажем так, строго рекомендовано ходить всем в масках. Вот так вот выглядят торговые ряды в центре Алании. Как вы видите, все закрыто. К сожалению. И, друзья, я говорила уже в своем предыдущем видео. Смотрите обязательно по ссылке в описании к этому видео. По поводу открытия туристического сезона, возобновления туров, авиаперелетов и так далее. Никакой конкретной информации от Министерства туризма или от правительства Турецкой Республики нет. Поэтому все, что вы бы не слышали, не официальное, это все предположения. Вы можете зайти на сайт аэропортов. Там тоже все рейсы отменены. Как в Стамбуле, так и в Анталии. В Анталии я смотрела 11 числа. Был один-единственный самолет из Дюссельдорфа. В общем, никаких рейсов ни международных, ни местных нет. И если говорить о том, когда возобновлятся рейсы, то карантин в школах. То есть ученики находятся на дистанционном обучении до 30 апреля. И я читала в новостях, что возможно к концу мая возобновится местное авиасообщение, а к концу июня международное. Но, я опять же говорю, это все предположения. Поэтому мы ждем информацию от Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, иностранных дел. Ну, в общем, и правительств всех стран. Поэтому, когда вы что-то слышите, будьте критичны ко всем предположениям. Покажу вам цены еще в одном обменнике. Здесь также 6,5 доллара, 7 евро и рубль. Не вижу здесь рубля. Ну, здесь его точно меняют. И вот так вот выглядит центральная улица. Вот так вот, дорогие друзья, выглядит Алания сейчас. Сейчас улицы немного оживились, но, как вы видите, ну, в общем, вы сами все видели. Мы уже дома. И сейчас буду продолжать работать. Кстати, обязательно напишите в комментариях, чем вы занимаетесь, находясь дома такое долгое время. Если говорить обо мне, ну, вы все знаете, что работа моя на 90% связана с компьютером. И я, наконец-то, у меня дошли руки, и я изучила 3D-дизайн, моделирование. В общем, это что-то невероятное. Целую неделю с утра до вечера сидела, делала различные, в общем, выполняла задания. И теперь я могу все, что угодно смоделировать на компьютере. Все, что угодно, начиная от чашки кофе и заканчивая зданиями, помещениями. Ну, в общем, это супер-супер классно. В общем, новая программа изучена, о чем я так давно мечтала. Теперь буду изучать анимацию и как приводить в движение различные фигуры людей, животных и так далее. В общем, это очень классно. И я рада, рада, очень рада. Поэтому напишите обязательно, чем вы занимаетесь, чем занимаетесь в свое время. Ну, и, конечно, желаю вам всем не сидеть просто так на диване, смотреть телевизор, копаться в фейсбуке, в инстаграме и так далее. А действительно в это время, казалось бы, такое непростое, воспользоваться им и научиться новым навыкам, получить новые знания. Потому что они будут максимально полезны. На карантине прошел уже целый месяц, представляете, целый месяц. И месяц было достаточно для того, чтобы действительно пополнить свою копилку новыми знаниями и умениями. Это очень важно и правильно сделал тот, кто не пропустил это время. Ну, и, конечно же, все следующие дни, я не знаю, может быть, недели, может быть, и месяцы, потому что, когда все это закончится, мы не знаем, обязательно максимально эффективно используйте свое время. Вам это потом пригодится очень сильно. Ну, и, конечно же, друзья, я тут провела такой небольшой эксперимент по поводу удаленной работы. Но вся моя работа, она так или иначе удаленная. Все проекты у нас удаленные с нашими клиентами. Но когда, к сожалению, многих людей начали увольнять с работы или у людей нет физической работы, скажем так, на которую они ходят, то я провела эксперимент и посмотрела, как работает вот эта вот система поиска непосредственно удаленной работы. И на самом деле на сайте Headhunter более, я не ошибусь, если скажу, более 10 тысяч, а может быть, и больше вариантов удаленной работы. Вариантов удаленной работы, связанной с продажами в основном, да, с продажами, с дизайном, с какими-то другими моментами и с хорошими зарплатами. Это 10 тысяч вакансий, представляете? Поэтому, если вам нужна работа, обязательно заходите на сайт Headhunter, регистрируйтесь, заполняйте анкеты и так далее. Но по поводу своего эксперимента я расскажу чуть позже, а это вам такой вот, ну, может быть, небольшая помощь. Поэтому, друзья, желаю вам, чтобы вы были здоровы, самое главное. Ну и, конечно же, используйте ваше время эффективно, никогда не унывайте, потому что уныние – это самое худшее, что может случиться. И не унывайте, а всегда ищите возможности. На сегодня я с вами прощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!